Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, сегодня воскресенье, все новости уже давно устарели, все о чем можно было снять заснято и выложено. Ну и чем заняться в воскресенье, когда снимать вроде бы не о чем? Конечно же снимать о том, о чем никто никогда не снимет на своих каналах и там вы этого всего не найдете. Сегодня у нас на очереди М2 Медиум, машина, которую вы не найдете в магазине на продаже и не встретите в боях, даже если будете пытаться зайти на третий уровень. Ну что, поговорим о данном малыше. Я бы не сказал, что он чем-то прям совсем уникален. Это просто коллекционная машина третьего уровня, она обладает вполне себе приемлемым для третьего уровня орудием. У него магазин на два снаряда с перезарядкой в неполные 6 секунд, у него вполне себе приемлемое время сведения и довольно неплохой разброс. Что касается средней бронепробиваемости, то об этом поговорим чуть позже, она очень сильно подкачивает и наверное в этом изюминка данной машины. Что касается среднего урона, то целых 50 единиц за один выстрел с учетом того, что вес машины составляет 530. Напомню, в магазине два снаряда, короче говоря, в целом довольно-таки неплохо. Но опять-таки ничего классного и супер уникального в этой машине нет, она просто существует в нашей игре. Угол склонения орудия вниз минус 20, наверх плюс 40, но ребят, все это не для того, чтобы отыгрывать от башни. Машина очень большая по размерам в отношении высоты, играть где-то от неровности, понятное дело, такое себе занятие. Броня здесь в принципе присутствует, да, это смешно звучит, но на третьем уровне довольно неплохо прилетают рикошеты от башни, потому что здесь хорошая приведенка. И что интересно, лучше забронирован передний, ну или как его называют, нижний бронелист, чем нежели все остальные детали верхние в корпусе. По переднему верхнему бронелисту здесь 40 мм с учетом приведенки. Если это никому ни о чем не говорит, я не удивлюсь, потому что навряд ли многие из вас в последнее время играют именно на третьем уровне. Что касается сравнения данной машины с другими семью тачками на своем третьем уровне из средних танков, то здесь, ребята, обратите внимание, что у него, я бы сказал, неплохой ДПМ по сравнению со многими другими. Но напомню, у нас пробитие 56, и это худший показатель на уровне среди себе подобных. Поэтому, с учетом того, что это барабан, стоит ставить на калиброванные снаряды. Таким образом, у вас получается 59 пробития. Все равно остается хуже, чем у всех, но уже хоть как-то к ним приближено. При этом, ребят, ДПМ существенно падает, но, по крайней мере, не на уровень плинтуса, как у некоторых других тачек на нашем уровне. Что касается других технических характеристик, то здесь не о чем разговаривать. Посредственная подвижность не лучше, не хуже, чем у многих. Что касается доходности, понятное дело, что это не фармеры, их 99% ни о чем не говорят. Эти третьи уровни не предназначены для того, чтобы на них фармить, и в последнее время, к сожалению, они даже не предназначены для того, чтобы играть. Хотя мне от этого, как игроку, который играет в эту игру уже 9 лет, от этого становится только грустно. Машина пользуется дикой популярностью по сравнению с некоторыми другими ребятами, которые выезжали из ангара в руках двух игроков за последнее время. Этот товарищ выезжал у целых трех игроков, и, по-моему, это существенный отрыв вперед. Ну, понятное дело, что не сравнится с теми тачками, которые являются просто проходными машинами, на которых играют для того, чтобы подниматься наверх, и проходят их, в принципе, буквально за какой-то там час-полтора. Вот такой вот он M.2 Medium в сравнении с другими машинами. Я не знаю, ребят, что можно еще рассказывать про коллекционные машины, кроме того, что это уникальные единороги в нашей игре, которые, к сожалению, вымирают и, скорее всего, вымрут окончательно. Разработчики, к моему удивлению, не делают ровным счетом ничего для того, чтобы поднять интерес к этим машинам. Я, честно говоря, немножко не солидарен с разработчиками в этом вопросе, не только потому, что я считаю, что каждый уровень имеет право на существование, а еще потому, что если разработчики выставляют PZ-S35 в составе какого-нибудь набора для того, чтобы его купили, то неужели не лучше сделать так, чтобы его купили не только для того, чтобы продать за голду, а чтобы поднять интерес к этим машинам, сделать что-то, чтобы люди могли заходить и играть на данных тачках. Ведь мне почему-то кажется, что есть все-таки такие игроки, которые расценивают третий уровень как какой-нибудь, не знаю, режим фана дополнительный, только в реальных рандомных боях. Уберите оттуда возможность, не знаю, там, нагибать и дайте возможность туда заходить, и тогда все будет классно. Ну что, давайте возьмем M2 Medium и попробуем реализовать его в реальном бою. Правда, заходить мы туда будем, мне кажется, очень-очень долго. Ух, друзья мои, диво дивное. Я помню, как недавно я пытался записать обзор на T2 Medium, тоже танчик третьего уровня, и там в бой я заходил, если не ошибаюсь, минут 20. Сейчас же меня забросило за каких-то 25 секунд. Но это действительно прям парадокс какой-то. И вот если бы вот так можно было заходить на третий уровень всем, кому не лень за каких-то, ну, пускай полминуты-минуту, я думаю, что это существенно подняло бы интерес ребят к песочным машинам. Ну а что касается нашего героя. Благо, у него высоко расположена башня, и на вот таких вот очень высоких подъемах, играя ромбом, есть возможность подняться наверх так, чтобы торчала исключительно верхушка вашей башни. Ну и, соответственно, там же расположено ваше орудие. Что касается скорострельности. Скорострельность просто чумовая, и снаряды из магазина вылетают прям практически один за другим. Что касается точности, ребят, то точностью машина тоже обладает. Да, это смешно звучит, и кто-то будет писать в комментариях, что чувак, о чем ты рассказываешь? Это третий левел, ты бы нам лучше восьмой показал. Но, друзья, я считаю, что если машина есть в нашей игре, то она достойна того, чтобы на нее сняли обзор. Даже если на ней никто никогда не будет играть. Даже если никто никогда не будет пытаться зайти на третий уровень, я считаю, что существующая в игре тачка имеет право на существование на просторах Ютуба в виде просто исторической справки, как минимум. Просто дань уважения этой машине. А ведь раньше она когда-то игралась, и были такие игроки, которые не продали в свое время данную коллекционку, а оставили себе ее на памяти. Возможно, у кого-то в ангаре она стоит. Если вдруг у вас эта машина есть в ангаре, пишите обязательно в комментариях, когда вы последний раз пытались выкатить эту машину. Но и обязательно напишите мне по поводу того, а считаете ли вы, что третий уровень не достоин того, чтобы его реанимировать? Или вы все-таки хотели бы, чтобы уровень возродился и продолжил свое существование на просторах Блица? Мне лично очень нравится заходить на песочный уровень. Не потому что мне хочется кого-то понагибать, потому что я очень давно в игре. Я не супертанкист, я не устану повторять, я не киберспортсмен, я не являюсь статистом. Да, я играю давно в эту игру, но для меня это игра, а не работа. И я не потею настолько сильно, чтобы прям до упоморчения. Я просто играю ради удовольствия. И вот мне нравится заходить на эти нижние уровни, именно потому что на них я могу ощутить полную свободу. Полную свободу от необходимости рвать на себе рубаху, полное отсутствие какого-то жесткого пресса со стороны других участников боя по поводу того, что что-то происходит не так. Короче говоря, ребят, мне нравятся нижние уровни именно спокойствия. Тем, что можно зайти, расслабиться, не переживать за то, сколько ты настреляешь среднего урона, не переживать за то, сольешься ты или нет. Просто с фаном покататься по карте и немножечко пострелять. Красавчик Кени. Маленькая копия Кениотсу. Тоже коллекционная машинка. Вот такой вот красавец. Ну, разобрал меня, вопросов нет. Мы очень картонные, в нас практически ничего нет. Пробивают нас абсолютно полностью. И для того, чтобы действительно давать крутые результаты на данной машине, необходимо определенная сноровка, которую вы сможете заработать, только играя на каких-то картонных машинах в верхних уровнях. И только со знаниями вот этого всего вы можете опуститься на третий левел. И если вам уже прям совсем нечем заняться в игре, и вы не настолько повернуты на том, чтобы косить серебро, играя на премиумных машинах, то действительно ощутить всю красоту и прелесть игры в песочных танках. Ну что, досматриваем бой и будем подбивать итоги. Ну что ж, друзья, поражение. 730 единиц нанесенного урона, два сделанных фрага, знак классности третьей степени. Что касается фарма, то даже не будем его смотреть, потому что фармить на третьем уровне, ну, как бы, занятие такое себе. Хотя мы не в минусе. Это уже хорошо. А еще я не отключил бустеры на голду, и за данное поражение получил 10 золотых. Мы заняли первое место в нашей команде по урону. Но я хотел бы похвалить наших ребят, которые заняли лучшие позиции в нашем конкретно, в сообществе боевом. И что касается победителя, то М5 Стюарт действительно достоин прям высших похвал. Он красавчик, он затащил этот бой. Как бы смешно это ни звучало, но он принес победу своей команде. Эта победа была абсолютно честной, абсолютно заслуженной. Кстати, ребят, обратите внимание, какое большое количество игроков являются реальными игроками. Они состоят в каких-то кланах, они играют постоянно. И мне, честно говоря, стало интересно вот по поводу игрока, который им сейчас принес победу своей команде. Обратите внимание, 31 777 боев. 61% побед. Как вы думаете, человек играет на М5 Стюарт чисто по фану или просто потому, что он играть не умеет и он какой-то рачина, который только начал играть в нашу игру. Я думаю, ребят, что я не один такой в нашей игре, который разделяет позицию, что третьи уровни это фановые уровни и что на них тоже можно круто играть и веселиться. Если вы со мной согласны, подписывайтесь на канал прямо сейчас, а я обещаю вас радовать не только честными обзорами на все, что происходит в игре, не только честным мнением по поводу всего, что в этой игре происходит, но и вот такими вот видео о машинах, которые вы, скорее всего, никогда не встретите и навряд ли получите в свои ангары. По крайней мере, пока разработчики не передумают. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.